Все работы по рекультивации загрязненных земель от нефтеразливов в районах Ухты, Усинска и приемка так называемых нарушенных территорий должны быть завершены этой осенью. Такая информация прозвучала на заседании комиссии правительства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В работе приняли участие представители надзорных органов и компании «Лукойл Коми» и «Нобель Оил». Именно на этих предприятиях отмечается наибольшее количество аварийных ситуаций. Татьяна Супряткина продолжит. Сегодня в Коми 139 действующих месторождений и 69 организаций недоропользователей. Программы по безопасной добыче нефти утверждены в каждой компании. Защите экологии уделяется большое внимание. Одна из нефтяных компаний только в прошлом году потратила на предотвращение разливов и ликвидацию их последствий 11 миллиардов рублей. Однако аварии пусть и редко, но все равно случается. Только за 4 месяца этого года зафиксировано уже 5 инцидентов. Последний на реке Яригохтинского района. В начале апреля в муниципалитете даже пришлось ввести режим ЧАЭС. Комиссия отмечает, что причинами нефтяного загрязнения реки Ухта явились разгерметизация трех склажин вблизи ручья Малый Войвош, притока реки Яриго и далее в Ухту. Это нефтепроявления на реке Чуть, которые до сих пор имеют место быть. И это производственная площадка, цеха подготовки и перекачивания нефти, НШУ и Яриго нефть. На чрезвычайные происшествия республика отреагировала оперативно. Ситуацию под личный контроль взял Сергей Гапликов. Были мобилизованы все силы, использованы технические средства, установлены боновые заграждения на реке, чтобы нефть не пошла дальше. Сегодня, по данным комиссии, остатков загрязнений на реке уже нет. На протяжении работы Паводковой комиссии, которая исследовала причины разлива на Яриго, предприятие демонстрировало открытость. В рамках поезда к Паводковой комиссии представители общественности принимали участие. И мы намерены продолжать демонстрировать эту открытость. Однако не всегда к ликвидации нефтеразливов удается приступить оперативно. Порой компании своевременно не сообщают об аварии. Нобельойл при разливе в ноябре прошлого года даже не проинформировала соответствующие службы. Я вам рекомендую привести оборудование, материальные средства в надлежащее состояние, обеспечить работу в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются Ростехнадзором и Роспроднадзором. Мы отдельно хотели бы обратить внимание, конечно, на выполнение тех мероприятий, установленные сроки, которые есть по информированию и так далее, все, что там положено. По планам, которых у вас, кстати, нет. Ну, я имею в виду сейчас мобилей. Вот в тех планах написано, что вы должны делать, в какой период времени. Всем компаниям поручили завершить работу по рекультивации загрязненных земель. Срок осень этого года. После этого республиканская комиссия проведет приемку территорий и водоемов. А пока на местах нефтеразливов организован визуальный мониторинг. Кроме того, приняты дополнительные меры по предотвращению попадания нефтесодержащей жидкости в реки и ручьи.